В Софиде допустили расширение доступа к врачебной тайне для медорганизации. В Софиде допустили расширение доступа к врачебной тайне для медорганизации. 15.46 РИА Новости, Владимир Федоренко, руководитель комитета по соцполитике Валерий Рязанский. РИА Новости, Владимир Федоренко. Москва, 25 февр. РИА Новости. Глава социального комитета Софид Валерий Рязанский считает, что законодательно можно расширить доступ со стороны медорганизации к врачебной тайне. Это позволит более оперативно оказывать медицинскую помощь пациентам. Ранее издание РБК сообщило, что рабочая группа нормативное регулирование при аноцифровая экономика разработала законопроект, предлагающий расширить доступ к ряду тайн – банковской, налоговой, медицинской и тайной связи. В настоящее время ответственным за сохранение врачебной тайны является руководитель медицинской организации или лечащий врач. Однако, учитывая развитие современных технологий и возможности дистанционного оказания медицинской помощи, предлагается внести в законодательство норму о том, что организации также могут являться получателями информации, подпадающей под врачебную тайну и нести ответственность за нее. 21 февраля, 12.33. В Сафеде подготовили проект, направленный на ослабление давления на бизнес. Периодически возникают ситуации, когда медицинская помощь пациенту оказывается в несколько этапов. При этом фельдшер может взять кардиограмму у пациента, оперативно переслать ее кардиологу в районную поликлинику для изучения. Если потребуется, подключается областная клиника, это уже третье звено, привел пример Рязанский в беседе с РИА Новости в понедельник. По его мнению, такая многоуровневая система оказания медицинской помощи, которая незамедлительно нужна пациенту, находит все большие применения. «Законодательно такие нормы можно разрешить, уточнив механизмы их использования на уровне межведомственных инструкций», считает законодатель. «Я не вижу особого смысла сохранять тайну, что у больного Иванова Ивана Ивановича прединфарктное состояние и ему необходимо ввести лекарство, но при этом нужно учитывать, что у пациента еще и сахарный диабет», описал предполагаемую ситуацию законодатель. Он также отметил, что в случае необходимости получения оперативной медицинской помощи нельзя тратить время на бесконечные согласования между медицинскими организациями.